Шумбрачи вечки векси алгат. Те шумбратра в передачах десонзы ветитязо Татьяна Родионова. Келесь те панжума разкинь чарько демасо. Тирень келень тонна в томась, разкинь культура эрвекс чопав тема. Тече минь куртатану тирень эрзень келень тонна в томата. Де культура тнень вечки мань кастомаду эй как шунь пинге стэ саэс. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует программа Шумбрат Раф и я ее ведущая Татьяна Родионова. Язык – это ключ к пониманию образа жизни народа. Изучение родного языка – важнейшая часть погружения в национальную культуру. Сегодня мы говорим об изучении родного эрзянского языка и приобщении к национальной культуре с детского возраста. В языке народа отражается его мудрость и ценности. Сохраняется историческая память и национальная культура. Важно поддерживать стремление знать родной язык у молодого поколения. Поэтому очень важен труд учителей родного языка, которые представили свой опыт на форуме учителей родного языка 1 марта. Пленарное заседание Межрегионального форума учителей родного языка прошло 1 марта в Ульяновской средней школе номер 64. Участников форума встречали национальные выставки, интерактивные площадки, где были представлены предметы народной традиционной культуры. Гости могли посетить мини-мастер-классы по декоративному творчеству. Здесь же можно было продегустировать колоритные и ароматные национальные блюда, а также послушать звучание народных инструментов. Для всех желающих были организованы экскурсии по музеям Мордовской, Татарской, Чувашской культуры и Школьному краеведческому музею. Особенностью форума этого года стало проведение учителями родного языка секционных площадок. Преподаватели эрзианского, русского, татарского, чувашского языков и литератур продемонстрировали свои педагогические умения и практический опыт, представляли эффективные методические приемы на мастер-классах. Вообще популяризация народной культуры – это одна из, наверное, основной тенденций современного образования. Она как к поликультурному региону, на территории которого проживает более 120 национальностей, это особенно важно. Потому что единство народа, единство страны – это одна из тех особенностей, которые всегда отличалась Россия. Мастер-класс «Мой родной эрзианский язык» на форуме представляла учитель начальных классов Оськинской средней школы Индийского района Елена Волкович. Я в культуре именно национальной уже много лет, поэтому всегда стараемся принимать самое активное участие не только я, но и наши воспитанники. Потому что у меня, например, всегда после таких вот мероприятий первая задача стоит даже поделиться не сколько с коллегами, а сколько с детьми, как проходит уровень такого мероприятия. Потому что дети – это как, знаете, вот пугубка. Они впитывают, им тоже все это интересно, как все это проходит. В первую очередь, когда вот заходишь в класс после таких мероприятий, они спрашивают, Елена Александровна, как вы съездили, что у вас там было интересного. Естественно, я все рассказываю. Этнокультурный мордовский компонент в учреждениях образования реализуется во многих районах нашей области. То есть, проще говоря, дети изучают родной язык и национальную культуру на уроках, на внеурочных занятиях и на кружках. Об изучении мордовской культуры в Индинском районе мы говорим с нашим гостем Еленой Ганюшкиной, заместителем начальника управления образования Индинского района. Здравствуйте, Елена Евгеньевна. Добрый день, дорогие друзья. Одним из основных направлений работы в образовательных организациях Индинского района является реализация этнокультурного компонента в образовании. Всего у нас в Индинском районе функционирует 17 общеобразовательных школ. Их посещает 2827 учащихся. Из них 122 ученика мордва. Этнокультурное образование в районе начинается с детского сада. Работает муниципальный клуб бабушек и дедушек. Целью работы этого клуба является приобщение к культуре, национальностей, которые проживают на территории нашего района. В 2023 году совместно с районным советом ветеранов было принято решение о создании Центра патриотического воспитания на базе дошкольного образовательного учреждения детского сада номер 3 «Рябинка». Во всех школах района реализуется родной язык. В начальных классах родной язык преподается в рамках неурочной деятельности. Также этнокультурный компонент реализуется на урок литературы, географии, истории, окружающего мира, ну и, конечно же, во внеурочных занятиях. Для реализации внеурочной деятельности педагоги используют материалы школьных музеев. Пожалуй, одними из самых оригинальных и крупных музеев в Индинском районе являются музеи Оськинской средней школы и Поддубновской школы. Экспозиции музеев начинаются со стендов, на которых представлены информации об истории сел, интересных людях, выходцах из Мордвы. Также посетители музея могут узнать много информации о деятельности Ульяновской мордовской культурной автономии и ее Индинском отделении. Большое место в экспозициях музеев занимают предметы утвари, а также орудия труда, которыми пользовались наши предки. Центральное место в этих музеях занимают, конечно же, макеты в натуральную величину крестьянских изб, а также костюмы национальные мордовские, одежда мужская и женская. Экспозиции для музеев подбираются педагогами совместно с учащимися, ну и, конечно же, в этом помогают местные жители. Имея такой богатый материал, музейные ученики занимаются исследовательской деятельностью и регулярно принимают участие в краеведческой районной конференции. Елена Евгеньевна, нам всем известны ваши детские коллективы. Расскажите, пожалуйста, ведь они представляют Ульяновскую область на межрегиональном и всероссийском уровне. Немного о них. Дети принимают самое активное участие в выступлениях фольклорных коллективов. Так, самодеятельный коллектив ансамбля «Лейны», руководителем которого является учитель начальных классов Коткина Альбина Александровна, принимали неоднократное участие в международных, всероссийских, межрегиональных и региональных конкурсах и фестивалях, занимая победные и призовые места, повышая тем самым профессиональное мастерство. Не так давно усть-кинские голоса с успехом звучали в столице, где коллектив завоевал гран-при 7-го международного фестиваля «Содружество» в номинации «Народный вокал». А также в номинации «Народный вокал» учащаяся Полина Волкович стала лауреатом 1-й и 2-й степени. Кроме того, у нас на территории района на базе Инзинской средней школы номер 3 есть необычное объединение. Этим объединением руководит заместитель директора по воспитательной работе Иванов Михаил Александрович. Это объединение сборная команда КВН Инзинской третьей школы. Эта команда неоднократно участвовала в городе Саранске в КВН «Шумбрат». Она является единственной командой среди студенческих команд, которые постоянно принимают участие и занимают призовые места. А также в состав этой сборной команды входят педагоги школ Инзинского района. И они занимаются с детьми и также транслируют опыт мордовского народа, занимаясь вот таким необычным делом. Итак, друзья, я напоминаю, что мы беседовали с Еленой Ганюшкиной, заместителем начальника управления образования Инзинского района. А сейчас я предлагаю вам продолжить изучение ирзянского языка. Я представляю рубрику «Учим ирзянский язык». Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Александр Данильчев, и мы в рамках телепередачи «Шумбратрав» изучаем ирзянский язык. И сегодня мы с вами будем знакомиться и узнаем, у кого какое имя, фамилия и отчество. Кода-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то- Кодамо. Какой, какая, какое. Тонь, твой, твоя, твое. Тетя лем – это имя по отцу. Монь, тетя лемем, верязович. Мое отчество – верязович. Веряз – это хозяин леса. Теки марто, минь. Карматану судамо кинь кода тевензе. Кроме этого, мы узнаем, у кого какие дела. Кода тевтне – как дела. Кода как тевтне дела. Паро – хорошо. Пек Паро – очень хорошо. Водря – отлично. Пек Водря – замечательно, здорово, классно. Аламунь, аламунь – потихоньку, помаленьку. Истяк – так себе. Берянь – плохо. Мекс Берянь – почему плохо? Поэтому, когда мы с вами будем встречаться, мы будем знать, кого как зовут, и у кого какие дела. Дорогие друзья, смотрите телепередачу Шумбратрав, изучайте эрзианский язык, и пусть у вас все будет отлично. Продолжение следует. У меня учителей родного языка. Расскажите подробнее, чем вы занимаетесь с ребятами на уроках родного языка. Судя по тому, что вы стали победителем, у вас на уроке всегда должно быть интересно, и я так думаю, даже музыкально. Важнейшим условием полноценного приобщения учащихся к национальной культуре является организация мною нестандартных уроков. Поэтому я использую в своей работе разнообразные формы его проведения. На таких уроках, как урок «Игра», урок «Мониторинг», урок «Диспут», урок «Творческой деятельности» учащиеся актуализируют и систематизируют знания о культуре народа, применяют их в деятельности, в действительности, выражая, конечно же, при этом свое личное отношение. Например, на уроках творчества учащиеся импровизируют сюжеты и сцены из преданий. И вот на таких, точнее, такие уроки оказывают на личность сильное эмоциональное воздействие, усиливают как раз-таки детей интерес к изучению родного языка и создают условия для целостного восприятия культуры своего народа. Ну и так как мы ограничены временными рамками проведения уроков, потому что всего лишь нам на изучение языка в начальной школе выделяется один час. Половина часа мы изучаем родной язык, полчаса на изучение родной литературы. Поэтому все оставшееся, чтобы полноценно это развивать, уходит, получается, во внеурочную деятельность за пределы школьного урока. И на таких, конечно, занятиях я больше уделяю исследовательской деятельности. Здесь дети самостоятельно начинают изучать историю, культуру мордовского народа, также собирают материал о выдающихся деятелях национальной культуры, о писателях, художниках, и также изучают традиции, обычаи, культуры мордовского народа. Дети знакомятся как раз-таки вот на таких занятиях с национальным костюмом Эрзи. Я здесь даю возможность каждому ребенку попробовать примерить его на себя. Отдельное занятие посвящаю головному бору и их разновидности. И, конечно же, дети с удовольствием занимаются исследовательской деятельностью. И важным условием в развитии и сохранении культуры народа мордовского языка и самобытных традиций играет изучение фольклора и национальных обрядов. Знакомлю их с нашими национальными обрядами, например, такие как «Поклонение матери земли», «Тундонь тердима», «Зазыв весны», «Тундонь ильтима», «Кизань вастума», «Проводы весны», «Встреча лета». И вот благодаря этой работе, конечно же, учащиеся находят с предками и узнают о своем прошлом, о том, что связывает его с многочисленными поколениями. Поэтому важным условием в своей работе как раз-таки я считаю проведение фольклорных праздников. Потому что они именно создают духовную общность детей и взрослых, то есть ту почву, на которой развиваются такие человеческие чувства, как любовь, доброта, взаимопомощь. И при подготовке к таким мероприятиям, праздникам происходит преображение робких детей в инициативных. И, конечно же, они самопроизвольно вовлекаются в этот увлекательный мир игры, где ребенок приобретает, конечно же, новые умения, навыки, конечно же, развивает еще и свою фантазию. Причем развитие творческих способностей происходит самопроизвольно, в игровой форме. В своей работе я использую местные собранные фольклорные и видео- и аудиоматериалы. На внеурочные деятельности дают детям возможность приобщиться к образцам этнокультурных действий. Здесь мы посещаем музеи, спектакли, постановки. Конечно же, это участие в различных конкурсах, фестивалях. И каждому учащемуся даю попробовать реализовать себя в роли участника этнокультурных действий. Конечно же, это вызывает у учеников любопытство, интерес, желание попробовать образцы этнокультурных действий, примерить их на себя. И вот таким образом, как раз-таки, через непосредственное участие и взаимодействие учащимся открывается мир этнокультура. Елена Александровна, я знаю, что вы приготовили для нас небольшой сюрприз. Пожалуйста, вам слово. Да, я сейчас хотела бы исполнить куплетик и припев песни о родном селе. Звучит песня. Елена Евгеньевна, Елена Александровна, Большая вам благодарность за то, что вы приехали, за ваши рассказы, за вашу любовь к детям. Спасибо вам. До свидания. Васто Мазанок. Спасибо. А я напоминаю, что наша программа выходит на канале Уллправда.ТВ. В записи ее можно будет посмотреть на сайте Уллправда.ру. А сегодня мы прощаемся с вами. До свидания. Васто Мазанок.